Вот так выглядит начало рабочего дня на машиностроительном заводе и заводе 70-летия Победы. Они входят в состав концерна «Алмаз-Антей». Потоки сотрудников разделены. На входе обязательная дезинфекция рук. Здесь же на проходной измеряют и температуру. У кого нет защитной маски, выдают. Важная предосторожность – дистанция между людьми. Сотрудники заходят строго по одному, ожидающие на улице, на безопасном расстоянии друг от друга. Обеспеченный подвоз работников на специальном транспорте. У нас на работе организованы автобусы. То есть руководство нас опрашивало, адреса вызванных сотрудников на работу. Задействовано пять автобусов. График составлен таким образом, чтобы работники попадали на проходную, исключая максимальную скучность. К таким мерам должны прибегнуть все организации, получившие разрешение работать в режиме полной самоизоляции. В нынешней ситуации по-другому нельзя. Об этом не раз говорил и губернатор Глеб Никитин. В регионе сложилась очень непростая ситуация. Сегодня мы видим постоянный прирост заразившихся коронавирусом. В связи с этим будем крайне внимательно следить за тем, как соблюдаются требования указа во всех организациях, которые получили подтверждение на право продолжить деятельность в нерабочие дни. Не важно, о ком или о чем идет речь. Об огромном предприятии или небольшой компании. Правила одни для всех. Если требования будут нарушаться, то подтверждение аннулируется. Сергей Щеплягин, Владимир Гайдай. Время новостей. Продолжение следует...